Дошкольная педагогика не просто профессия, а образ жизни. Настоящее призвание для всех, кто работает с детьми. В день работников дошкольного образования цветы и поздравления принимали не только воспитатели, но и нянечки, повара, медицинские сестры, методисты, психологи и музыкальные работники. Все те, кто трудятся в детских садах. Лучшие работники дошкольных учреждений муниципалитета были приглашены на торжественный прием к главе Славянского района в честь их профессионального праздника. Виновников торжества от всего сердца поздравил Роман Синеговский. И все наши, наверное, хорошие качества, они тоже из детства. Потому что в детстве закладывается, наверное, основа снов. С молоком матери, с воспитателем, значит, с первым воспитателем. Пока ты маленький, формируется твое образование, где-то в небольшом количестве, наверное, твое воспитание. И, исходя из этого, вот уже мы где-то становимся людьми, как говорится. Поэтому хочу сказать вам спасибо большое за труд. Все вы выполняете свою работу, выполняете ее от души. Учите детей и читать, и писать потихонечку уже, да, в начале, скажем так, в шесть лет когда становится. Поэтому спасибо вам за все, что вы делаете. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и всего вам самого доброго. Всех приглашенных на прием отличают душевная щедрость, необыкновенное жизнелюбие, увлеченность своей профессией, высокая требовательность. Рассказ об их замечательных качествах и достижениях прозвучал на торжественном приеме. Как правило, все они не только добросовестно относятся к своему делу, но и проявляют инициативу, творческий подход, словом, живут своей работой. Артисты городского дома культуры порадовали собравшихся своим искусством. В ходе приема глава Славянского района рассказал о том, что забота о дошкольном образовании в числе постоянных приоритетов в нашем муниципалитете. Благодаря тому, что было построено два детских сада, а также в последнее время еще три отвечающих современным требованиям пристройки к детсадам на 140 мест, удалось практически решить острую проблему с дефицитом мест для юных славянцев. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дошкольное образование Славянского района и в честь профессионального праздника каждому приглашенному глава Славянского района вручил благодарственное письмо и памятный подарок. Конечно, для награжденных было очень приятно, что их труд оценили по достоинству. Я работаю 21 год в детском саду 39, хутора Ворониковского. Вы знаете, я самого, наверное, малого решила стать воспитателем. Я очень люблю детей, я всегда их жду с нетерпением, потому что с ними очень интересно. Я их учу, развиваю, обучаю. Все это происходит в игровой форме. Дети для меня – это смысл жизни. Я не могу без них, не могу без этих детских улыбок, наивных таких глазенок, которые ждут от тебя что-то новое, что-то интересное. Мы вместе чему-то стремимся достичь, разрабатываем какие-то проекты, какие-то рисунки, придумываем для себя какие-то занятия, планируем дни, чем мы будем сегодня заниматься. Стараюсь им помочь, быть первым другом. Очень приятно и хочется поблагодарить руководителя района Сенеговского Романа Ивановича за то, что он ценит наш труд. Поздравили, это очень-очень дорого стоит. Еще хочу поблагодарить заведующую нашего сада 41-го, Соляникину Валентину, за ту атмосферу душевную, которую она создала в детском саду. И поэтому мне идти на работу очень всегда нравится, хочется, и иду я с душой. Работу свою обожаю, люблю, и если вернуться, может, в прошлое и выбрать профессию, то я бы, конечно, снова выбрала профессию медсестры. Потому что работа в детском саду, так же, как и воспитатели, очень важна. Потому что все-таки воспитание подрастающего поколения, это очень важно, так как это наше будущее, будущее нашей страны. В заключении хочется сказать, что развитие дошкольного образования района продолжается. Уже началось строительство современного детского сада на 320 мест по улице Казачьей, рядом с Северным парком. А в следующем году в хуторе Сербин планируется построить новый корпус в 30-м детском саду. Сейчас идут работы по его проектированию. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Ажелагай.